Лес близ поселка Рикшино вот уже 7 лет неизменно становится площадкой для межвузовского форт Политеха. В этом году ни облачная погода, ни высокий класс пожароопасности не мешают студентов вновь воссоздать сказочную историю популярнейшей телеигры. Как видите, пожарная машина стоит, скорая помощь у нас медсестры есть, мы справились с этой задачей. Так что у нас все хорошо. В этом году в честь 70-летия Победы появляются новые этапы, связанные с Великой Отечественной войной. В одно из таких заданий превратился давно полюбившийся всем крот. Участнику необходимо за 3,5 минуты найти под землей трехзначный код, а затем с его помощью открыть сундук с ключом. При этом участник должен быть в противогазе. Не хватало кислорода, поскольку я был в противогазе, и в какой-то определенный момент я думаю, а не конец ли это? Не надо ли мне уже выбираться наружу? Правила игры прежние. Если команда не проходит испытания, один из участников отправляется в тюрьму. Теперь его команда должна сразиться с мастерами, ведь проходить испытания дальше участники могут только в полном составе. Задания у мастеров весьма непростые. Повторить фигуру из шахмат, сразиться в новомодную дженгу, то есть поочередно вытаскивать блоки из основания башни, филигранно забить гвоздь или успеть выхватить ключ. В данном случае мне нужно было, а не отрывая рук, как-то обмануть и достать ключ. Получилось? Да. Теперь побежите вызволять участников? Да. Спасать нашу участницу. А вот некоторые студенты рискуют подхватить воспаление легких. Самые смелые жертвуют крепким здоровьем и обливаются на испытаниях холодной водой. Чего не сделаешь ради победы. Это был этап водонос, которым нужно было наполнить дырявую трубу. Я вот, как видите, весь вымок до нитки. Теперь нужно как-то бежать и сохнуть. Ну справились с этапом? Да, мы справились. Все почему? Потому что мы команда! Ближая поеда! Справился, все нормально, весело. Правда, водичка холодная чуть-чуть. Руку задал, а так все нормально. Весело же. Кстати, в этом году количество участников увеличилось до 18 команд. Теперь студенческий совет политеха планирует шагнуть дальше и открыть форт политех не только для студентов, но и для всей молодежи Нижегородской области. Алифтина Батурина, Владимир Гайдай, Изарик Шино, Объективное ННТВ.